МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Черкесске без существенных осадков ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 27. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот дворец культуры прекратил свою работу более 30 лет назад вместе с Даусусской мебельной фабрикой. Благодаря национальному проекту культура сейчас там идут ремонтные работы, за ходом которых пристально следят представители республиканской и муниципальной властей, а также кураторы, депутаты Единой России. Смотрите подробности. Поставленную задачу нужно выполнить в срок. В эксплуатацию сдать культурный объект необходимо до конца этого года. Жители села Даусус надеются, что 2020 год праздничными мероприятиями они будут провожать в актовом зале нового дворца культуры. Не прекращая работу даже в выходные дни, строители уже выполнили большой объем работы. Как отмечает заместитель директора Карачаева-Черкесского казенного предприятия дирекция капитального строительства Ахмат Чучаев, нарушений не выявлено. Работы ведутся с опережением. Местное население попросило, чтобы была возможность для детей заниматься спортом. Поэтому как социальная нагрузка подрядчика попросили о том, чтобы он отремонтировал сокольный этаж. Устроим там атлетический зал. Сказать, борцовский зал, наверное, будет громко. Но я думаю, будет возможность для детей, да и для взрослых, заниматься спортом. Кураторы осмотрели каждый кабинет и залы. Здесь будут работать различные кружки. Предусмотрена библиотека. Планируют организовать работу кинотеатра. Были учтены, конечно, и пожелания жителей, проживающих в Даусузе. Мы когда приехали, смотрели, представлял собой жалкое зрелище, конечно. И промедление в его ремонте привело бы к необратимым последствиям, именно по его прочностным характеристикам, по его дальнейшей эксплуатации. Думаю, очень своевременно принято решение о его включении в программу и проведении капитального ремонта. Я думаю, им долгие годы еще прослужат, на радость селянам, которые здесь проживают. С гордостью о том, что уже сделано, министру культуры республики, куратором этого соцобъекта от партии «Единая Россия», рассказывает руководитель ДК. Уют и тепло в холодное время года в здании теперь будут поддерживать новое отопление, стеклопакеты и двери. Стены клуба, как внутри, так и снаружи, привели в надлежащий вид. Старую электропроводку заменили на новую. Уделили пристальное внимание системам пожароопасности и вентиляции. Видно, что объемы немаленькие. И здесь один из самых больших залов в Зеленчукском районе будет. Мы уверены, что после ремонта мы сможем и из других районов республики, и из Черкесской привозить сюда наши ансамбли, проводить обменные программы культурные. Учитывая, что здание было возведено в 1974 году, в ходе ремонтных работ были выявлены строительные изъяны. Как нам пояснил Ахмат Чучаев, этот вопрос разрешим. Само здание конструктивно мы его поменять, конечно, не можем. Есть у него свои достатки и недостатки. Пытаемся их обыграть таким образом, чтобы оно функционально потом соответствовало всем современным требованиям. Поэтому утеплили полы, подняли сцену, чтобы угол зрения для зрителей был удобен. Завершающим этапом станет облагораживание двора Дома культуры. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14.30 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. В эфире «Вести». Вы смотрите «Вести». Доброе «Вести». На этих полках хранится история Карачаева-Черкесии. Садома снова зацветут сады. «Вести» всегда в эпицентре событий. Ждите только добрых вестей.